Звание Человека Года в правоохранительной сфере – это не единственное профессиональное признание высокого уровня, которого удостаивается Игорь Горощук. За более чем 20 лет службы у пинского милиционера, как у хорошего спортсмена, набралась уже целая копилка регалий и наград. Среди них лучший участковый инспектор отдела и области, обладатель Кубка имени Александра Шаломицкого также медали за безупречную службу второй и третьей степеней. Игорь Михайлович становился также неоднократным победителем республиканских акций «Щит и меч» и «Честь и доблесть». Все это благодаря кропотливой работе, профессионализму и высокой личной ответственности. Без этого никак нельзя в профессии милиционера, которую участковый инспектор для себя выбрал еще в юности. Была мечта, естественно, со школьной скамьи. Хотелось попробовать эту работу, которая связана с помощью людям. Только в 2013 году Игорь Горощук содействовал раскрытию семи уголовных преступлений. Восемь злодеяний такого рода раскрыл лично, а с ними установил истину и в целом ряде правонарушений. Наверняка справедливость восторжествует и в этой спорной ситуации, в которой недавно разбирался Игорь Михайлович. К участковому обратился пожилой мужчина с жалобой на то, что за якобы некорректное поведение на дороге его избил водитель скорой помощи. Он нанес удар кулаком, что мне плохо стало, невозможно было. Волос виса ударил вас? Да, удары под глаз. Невестка выскочила успокаивать, он хотел ее ударить, потом напомнился. Слежите, пожалуйста, они передвигались с маячками приблизывающими или нет? В данном случае для участкового горыщука действует главный принцип работы – помочь человеку, который попал в беду. Очень важно не допустить беззакония, в том числе в этом конфликте с водителем неотложки. Понимаете, во-первых, я перед ним извинился. А во-вторых, если я, ну допустим, что-то там, ну и нарушил, но нельзя же распускать руки. Ведь я же не молодой человек, я в возрасте. И если будет каждый распускать руки, то что-то будет твориться на наших дорогах. По данному факту будет назначена проверка. Естественно, будут опрошены все потерпевшие, очевидцы, очевидцы. И то лицо, которое непосредственно совершило правонарушение. За годы службы Игорь Горощук успел сменить не одну должность. Но трудовая биография в основном складывается в службе участковых инспекторов. За это время милиционер успел получить высшее образование, наработать опыт, а главное – завоевать авторитет как среди коллег и подопечных, так и среди населения, права которого приходилось защищать. Я его знаю, ну, больше даже 10 лет. Работал в городском парке культуры и отдыха. И рядом опорный пункт был. Мы к нему заходили за помощью. А всегда отзывы были хорошие. И всегда сотрудники парка только обращались к нему. Но он настырный. Если бы взялся, то доведет до конца уже свое дело. Всегда оперативно. Жалоб от населения не поступает. Это говорит о том, что работаем в правильном направлении. И служить людям, служить людям – это самая главная задача. Если назад надо было служить, и сейчас надо будет служить людям. Когда делаю свое дело честно, это будет результат положительный. Сейчас Игорь Горощук возглавляет Восточный общественный пункт охраны правопорядка. В его подчинении находятся пять милиционеров, в том числе молодых, к которым старший участковый инспектор относится поотечески, передает накопленный опыт, учит быть ответственными и готовыми в любую минуту прийти на помощь.